Чемпионский раунд. Вот сейчас будет самое интересное. Следим. Хочу нокаут. А как ваш блог называется? Бегущий банкер. Бегущий банкер. Через 15 минут произойдет взвешивание перед боем Александра Усика и Мурата Гасиева. Это будет фантастический бой. Я буду все снимать, показывать. Подписывайтесь на канал. Будем держать кулаки для Саню. Это самый тяжелый для него бой будет в истории. Четыре пояса на кону. Четыре пояса. Через несколько минут вот здесь за моей спиной будет взвешивание двух выдающихся боксеров. Двух чемпионов мира. У каждого в двух версиях. Мурата Гасиева и Александра Усика. А завтра будет бой. За звание абсолютного чемпиона мира. 27 четырех версий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ютуб канал Бегущий Банкир. Во-первых, хочу поблагодарить за то, что ни единого слова и очень высокое уважение было по отношению к Александру. И очень теплый прием. Фантастический. Вопрос. Какая у вас была стратегия перед боем? И был ли какой-то план Б? И что не получилось из того, что задумали? Насчет того, что вы сказали, высказывание под них, это, наверное, спасибо моей матери за то, что воспитала меня таким человеком. И я никогда не позволял себе подпределить другого человека какие-то оскорбительные высказывания. Это предопределило общую атмосферу? Да, я не пытался это сделать на камере, как-то наиграно, как-то привлечь себе внимание, какое есть, такое есть. Мои друзья это могут подтвердить и все люди, которые общаются со мной. А план на просьбу мы знали, что он будет двигаться, наносить серийные комбинации. Нужно было решать его пространство, не давать ему работать, но... А план Б какой-то был? Он немножко поменял тактику благодаря вмешательству Ломаченко-старшего и картинку боя. Был ли какой-то у вас план Б? Есть. Был и план Б, и С. Просто ты можешь к одному готовиться, а в лиге все совсем по-другому. И каждый рамп мы корректировали работу. Тренер мне давал задания, старался выполнять. Спасибо за бокс. Спасибо. За Усика, конечно, меньше болеть будут. Я надеюсь, что не будет такой грязи, которая была после победы Кличко над Поветкиным. Ну, я вообще имею в виду атмосферу. Я даже сознательно, сознательно экипируюсь всей желто-голубой символикой. Гассиев очень позитивный парень. Пообещал, что завтра с Сашей покажут красивый бокс. И я просто не сомневаюсь в том, что это именно так. Саня. Саня, как всегда, немногословен. Немножко острый на язык. Неожиданно позитивная атмосфера на взвешивании. Неожиданно. В последний момент появился Ломаченко. На Ломаченко, конечно, просто накинулись. Он с телохранителем. Под прикрытием телохранителя, сделав 50 селфи, вышел из зоны взвешивания. Медиа много. Аккредитацию мы получили. Не хотел мучить Усика обширным интервью накануне боя. Надеюсь, что это удастся сделать. После боя, при любом раскладе, билеты дорогие. Хорошие билеты стоят там 500-600 долларов. Самый дешевый билет 100 долларов. Не, не 100 долларов. 50, даже 40. Где-то на галерке. В Москве прохладно. Фобом, Филом посвящается. Могу сказать следующее, что я никоим образом не осуждаю Усика. Он когда-то говорил, что никогда не поедет в Москву драться. Я думаю, что вопрос в контрактных обязательствах. И вопрос в том, что он на самом деле по-другому поступить не мог. Гасиев сказал, что ему все равно, где пицца. В Москве, в Америке, в любом другом месте. Он любит бокс, он любит драться. Он хочет побеждать. И это основное, что ним движет. Усик пожелал всем добра. Мне очень нравится Саня, как он себя ведет. Мне нравится, как он разговаривает. Как он остро отвечает. Как он себя ведет. Он красавчик, он молодец. Он достоин огромного уважения. И, конечно, он достоин победы. Бой будет непростым. У них фактически равные шансы. Я не смотрел, что ставят на тотализаторе. Но думаю, что небольшой перевес в пользу Усика. Я думаю, мой прогноз, что Усик победит по счету судей и в 12-м раунде объявят. Может быть, под концовку будет какая-то развязка. Может быть. Но тактика, я думаю, будет такая, что выжидательно аккуратная разведка боем до середины боя, а потом какое-то развитие. Собственно, это все. До завтра. Ищерпывающий все рассказал. Да, сегодня пойду на жеребьевку. Специально привез смокинг, бабочку. Поэтому через пару часов оденусь и выйду в свет, так сказать, в таком обличии. Последний раз одевал, ну даже не вспомню когда. Может быть, лет 8, может, 10 назад. Там даже размер побольше, чем у меня сейчас. Всем добра, подписывайтесь на канал. Надеюсь, на скорых 100 тысяч. Отбегал в Лужниках. Жеребьевка на Пушкинской площади. Сейчас трафик джем в Москве, поэтому придется зайти и шокировать своим фраком людей в московском метрополитене. Последний раз я одевал этот костюм лет 10 назад. Даже на свадьбу я так не одевался. Вот, обратите внимание. С нами и сегодня происходит жеребьевка в разных весах. Я не понимаю, почему Далакяна нет в суперлегком весе. А вообще у нас сегодня есть возможность сняться на фоне Тины Канделаки. Джейсон Малони! Сейчас за моей спиной происходила жеребьевка. До следующего года в двух весовых категориях 55 и 53 килограмм. По образу и подобию того, что происходило в этом году в первом тяжелом весе. Я думаю, что сейчас на сцене были обладатели где-то по кругу 10 поясов в разных весовых категориях и в разных ассоциациях. Они будут биться за объединение поясов в следующем году. Это будет очень интересное зрелище. Я считаю, что это правильный путь, потому что он идет к повышению зрелищности в боксе и увеличению его престижности. Собственно, чтобы он не терял свои позиции по отношению к ММА. Собственно, что у нас до раунда будет. Если кто-то начнет пропускать, то в конце моя думка. Вы как опытный мужчина, владелец самого популярного бизнес-блога, как я понимаю, знаете, что лучше перед большим спортивным событием не загадывать, а надеяться на лучшее. О стартах, о том, какие старты и как их нужно подбирать. Двигаясь от малого к большему, от большего к большому, от большого к бесконечности, рекомендую вам начать с локального старта, который находится прямо в вашем городе. В Украине так сложилось, что беговая культура настолько начала динамично развиваться последние годы, что практически в каждом городе уважающим себя есть уже пробеги. Лучшие пробеги. Сейчас, наверное, номер один – это город Днепр, потому что за него взялся мэр Филатов. И жена Филатова возглавляет Федерацию легкой атлетики Днепропетровской области. Номер один. Номер два. Наверное, все-таки Харьков. Мы, я в свое время основал марафон весенний. Там еще был марафон возрождения. Беговая культура в Харькове в крайне высоком уровне. Она особенно получила второе дыхание последних 3-4 года. Харьков номер два. Номер три. Наверное, все-таки Киев. И то я на третье место ставлю Киев только потому, что нету прямой поддержки власти в Киеве. Потому что есть две конкурирующих организации, которые проводят марафоны. Один весенний, второй осенний. Есть Топ Раннерс. Есть Киев Раннинг Клаб. Я не знаю даже, как он тут точно называется. Собственно, это две конкурирующих организации. И у них постоянно такие конфликты даже на уровне мэрии. Там не могут перекрыть, не могут выставить туалеты. Кто-то будет с ним возмущаться. Это все за скобки. Киев является центром беговой культуры Украины. Потому что здесь больше всего бегающих людей. Потому что здесь самый большой город. Вот только поэтому. Поэтому номер три. В Западной Украине миллион всяких стартов. Есть трейлы сейчас. Есть в Карпатах. Есть чемпионаты Украины по кроссу. Есть трейлы в Харькове. Одно могу сказать. Свинья всегда говно найдет. Вот если вы хотите бежать, то вы... И хотите бежать на засечку, то вы обязательно найдете этот старт. Сейчас есть уже 100-километровые забеги. Суточные забеги. Двухсуточные забеги. Но вот у нас только премьер-министр и президент не бегает. А так вот уже просто все бегают. И каждый мэр считает своим долгом выйти на старт. И как минимум до какого-то полуинфарктного состояния пробежать. Очень важный момент. Если вы начали бегать, стартануть первый раз на официальном старте. Десятка, пятерка, полумарафон. Стартуйте. Пока вы бегаете самостоятельно по часам, по звездам, по приборам и так далее. Это все не работает. Работает, когда вы открываете вечером дрожащими руками. Заходите в компьютер и смотрите на свой финишный протокол. Начинаете искать там знакомые фамилии. Ищите там людей старше, чем вы на 20 лет. Находите их там гораздо впереди вас относительно финишной решетки. И вот это работает. Еще раз повторюсь. Все равно с какого расстояния вы начинаете. 5-10. Оно все придет. Это наркотик. Это зараза. Она попадет к вам в голову. И в результате чем старше вы будете, тем больше вы будете хотеть бегать. Что-то очень длинное там. Вот эти суточные сотки, полтинники, трейлы по бездорожью. Это прекрасная возможность путешествовать. Вы можете объездить все города. Вы можете сравнивать марафоны. Я только что бежал с мужиком, которому рассказывал о том, что я пробежал 22 марафона. О том, что я могу сравнивать культуру беговую на разных континентах. Верьте мне, это действительно хороший способ путешествовать. Посмотреть разные беговые культуры. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на серию Бежим Марафон. Там есть обзоры 6 или 7 марафонов. Заходите, смотрите, пишите вопросы, задавайте вопросы. Ставьте палец и рассказывайте об этом друзьям. Именно вы являетесь моими пропагандистами в мире. Для того, чтобы люди знали о том, что есть такой канал, в котором есть лайфхаки. По бегу, по жизни. И как нормальному человеку, не спортсмену, стать счастливым, начав бегать. Используйте как легкий инструмент для моделирования всех жизненных процессов. Вы идете на бокс? Конечно. Завтра там увидимся и вместе с вами в концерте. Давайте завтра побегаем в Ложниках. Я понимаю, что вы бизнесмен, но не тут же торговаться сразу, что мы будем с вами делать. Нет, надо бегать, бегать. Вот смотрите. Да. Как вас зовут? Андрей. Андрюша, как ваш гог называется? Бегущий банкер. Бегущий банкер. У вас лучка прям как у Малахова. Сколько у вас подписчиков? У меня 100 тысяч. 100 тысяч. А там интересная какая, просмотр какой-то количества? 30, 50, 250, 290 тысяч. Ну 250 тысяч бывает прям точно? Да, да, бывает. Я вам желаю, чтобы у вас увеличилось количество подписчиков, чтобы у вас был миллион просмотров, и то, что вы любите спорт, мне очень нравится. Завтра бегать не будем, но я приглашаю вас 22-го, день бокса. Будет самая большая боксовская тренировка, будем устанавливать очередной рекорд. Я веду, а вы среди тех, кто это делает. Договорились? 22-го Красная площадь, не опаздывайте. Договорились. Все, договорились. Не нравится ваш мироподавец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Богом! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Богом! Очень волной. Саня новая тактика. Его потренировал в 8-патях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это наш раунд, 100%. Усик стал попадать сериями. Гассиев начал нервничать и вкладываться в удар так уже правый, правый, правый крюком. Я думаю, сейчас скорости возрастут. Остается 3 раунда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что я могу сказать, отличный бой, отличный опыт. Хочу, опять же, поздравить команду Саши замечательно проделанной работой. Это был очень хороший опыт для меня. Есть над чем работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Наверное, я начну с того, что... Первое, я скажу, что эту победу я хотел бы посвятить отцам. Моего отца, к сожалению, отца, к сожалению, уже нету, но он был тем человеком, который подтолкнул меня на то, чтобы я пошел заниматься боксом. Отец. Мой отец. Он говорил, что тебе нужно идти заниматься боксом, у тебя получится. Это первый человек, который сделал это второй отец был. Это тот, он и есть. Это мой первый тренер, Владимир Сергей Юрьевич. Он сегодня присутствовал на этом проединке, он там со мной боксировал. Слышал, как Сашу поддерживали, и я вообще не чувствовал то, что соседи из России, вот, намного больше фанатов было. Такое ощущение, что было на самом деле 50 на 50. Александр, вы заявляли, что ваша мечта стать абсолютным чемпионом в 91 весе и потом перейти в супертяж. Первая часть плана уже реализована. Когда можно ожидать перехода ко второй части маркзонского балета? Надо приехать домой, очень грамотно все обдумать. И я думаю, что можно это сделать, потому что Тони Бэлью, я слышал, он говорил о том, что он хочет боксировать с победителя на гола турнира. А он как раз боксирует в супертяжелой весовой категории. И крайним боем он очень красочно выиграл Дэвида Хея. Так что, мне кажется, вот отсюда и можно начинать. Я имею в виду, нет ли каких-то ограничений контрактных, может быть, что вам надо продолжать что-то, каких-то субъективных вещей? Нет, смотрите, мы боксировали боксерскую всемирную суперсерию. У нас, да, у нас заканчиваются контракты. И вот, сегодня, наверное, они уже закончились. Нет, еще. Ну, хорошо, они закончились. Мы не закончились. Но, а точкам пока закончится. На следующей неделе, да. Ну, нужно все грамотно взвесить. Возможно, какие-то бои и в 91 еще, ну, хорошие, зрелищные, возможно, денежные, еще какие-то, ну, то есть, надо все четенько, степ-бай-степ, и все будет хорошо. Ну, естественно, хотелось бы, конечно, дополнительную форму ВИТа и Матрон. Субтитры сделал DimaTorzok